Уральский заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев распорядился провести внеплановые проверки соблюдения техники безопасности и исполнения нормативных актов во всех больницах Уральского федерального округа, где лечат пациентов с коронавирусом. Ответственность за исполнение поручения Ткачев возложил на прокуроров субъектов федерации, входящих в Урфо. Проведение внеплановой проверки потребовалось после взрыва кислородной станции, прогремевшего в пристрое 2-й городской больницы Челябинска субботним утром. 31 октября в половине 12 утра в больнице, расположенной в студгородке Южноуральского госуниверситета по адресу проспект Ленина, 82, вблизи ЦПКИО имени Гагарина, взорвалась кислородная будка снабжавшая кислородом палаты интенсивной терапии клиники, где в этот момент находились 156 пациентов, проходящих лечение от COVID-19. Как и в 2013 году, когда над столицей Южного Урала пролетел метеорит, в этот раз в интернете оказались десятки видеозаписей, сделанных очевидцами происшествий. В первую очередь студентами университета, чьи учебные корпуса и общежития находятся в непосредственной близости от больницы. У меня там машина! Сравнение этого происшествия с падением метеорита в 2013 году уместно еще и потому, что взрыв кислорода нанес серьезные повреждения сразу нескольким зданиям, но не привел к человеческим жертвам. Хотя Челябинский прокурор в тот же день сообщал о смерти двух пациентов в больнице, оставшихся в связи с аварией без кислородной поддержки. Но позже губернатор опроверг эти заявления, сообщив, что больные коронавирусом умерли еще до взрыва кислородной станции, а не вследствие него. Причем умерли не двое, а пять человек. Думается, правда будет установлена в ходе расследования. Ведь на сегодняшний день не выяснена даже причина этого происшествия. Из видеороликов, снятых очевидцами, можно понять, что взрыву предшествовал пожар и эвакуация больных. Сколько по времени продолжались эти работы, нам неизвестно. Но палаты, больницы, когда ударной волной в них выбило оконные рамы, были уже пусты. А пожарные, поняв, что не сумели полностью справиться с огнем, отступили на безопасное расстояние за несколько десятков секунд о взрыве. Все, как может быть, все. Здорово, все. Органы как-то ручки. Субтитры создавал DimaTorzok Со сгоревшей кислородной станцией стоит вертикальная, предположительно двухкубовая, недеформированная емкость. А субботним вечером губернатор Текслер заявлял, что еще и в какой-то горизонтальной емкости остался кислород, который спасатели потихоньку стравливают, чтобы забрать уцелевшее оборудование на экспертизу. Также сообщалось, что взорвавшаяся кислородная станция была смонтирована всего за несколько дней, и предположительно причиной происшествия стали нарушения при монтаже или эксплуатации этого оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok